Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарёв. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Сегодня у нас в гостях по скайпу советский космонавт, учёный, дважды герой Советского Союза Виктор Савиных. Виктор Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и вот мы хотели бы начать с актуального. Сейчас широко обсуждается в СМИ ситуация на МКС. Говорят о том, что там были просверлены дыры во внешней обшивке. И вот как раз Дмитрий Рогозин заявил о том, что журналисты неправильно интерпретируют то, что происходит. Вот на ваш взгляд, что же всё-таки произошло, что случилось на МКС? Я там не присутствовал, поэтому не знаю, что там произошло. Надо спросить тех, кто на орбите. А вот исходя из открытых источников, из твоей информации, которая доступна, как эксперт, как человек, который работал в космосе, вот какие у вас предположения? Мне очень сложно предположить, для чего, если это сделано в космосе, то для чего они сделали эту дырку? Значит, там никаких работ не велось. Никаких, ничего не нужно было присобачить, присверлить или поставить какой-нибудь прибор. Поэтому совершенно непонятно, почему в бытовом отсеке нашего корабля была сделана дырка. Предположения самые-самые разнообразные. Есть варианты, что, ну, такие умопомрачительные, что во время нашего выхода в открытый космос, двух космонавтов, российских, эта дырка была сделана американцами. Это вообще, они же должны были понимать, что американцы такие люди, которые никогда без какой-либо команды с Земли ничего делать не могут. А для чего они тогда консультировались с Землей, что произошло? Это очень, очень сложный вопрос. Тут вопрос чисто, ну, с одной стороны политический, с другой стороны технический. И они что, им не хотелось жить? Вот это, значит, мне сложно объяснить. Вот я летал на салют седьмой, который был вообще мертвый. Мы состыковались с этой станцией, с мертвой. Мы вошли в эту станцию. И, конечно, у нас было много проблем. Не хватало кислорода. Нужно было углекислый газ убрать. Значит, все замерзло. Нужно было получить доступ к воде. Ну, в общем, и я не могу себе предположить, чтобы я взял отвертку, то есть, ну, для чего-нибудь, рельмы, взял бы и просверлил дырку на корабле. Ну, смешно даже. Значит, откуда? На Земле все проверили. Те этапы подготовки космического корабля были просмотрены. Везде каждый раз, когда какой-то монтажник в центре, где делают корабли, каждый монтажник, если что-то взял, инструмент какой-то, все фиксируется. Дальше, и что он сделал, все фиксируется. Фиксируется. Совершенно непонятно, для чего было сверлить эту дыру, значит, снаружи. Ну, вот, все, что я могу сказать. Ну, вот вы упомянули «Салют-7», вы один из тех, кто спасал космическую станцию «Салют-7». Вам удалось предотвратить страшную трагедию. Двум космонавтам удалось спасти тысячи, можно сказать, возможно, тысячи жизней. Когда вашего напарника Владимира Джанибекова, он спросили о том, о его состоянии, да, о том, о чем он думал, когда летел туда, он сказал, что верит в Бога, и без помощи Божьей ему не удалось бы это сделать. Вот во что верили вы и чувствовали какую-то поддержку, может быть, свыше в этот момент? Я надеялся на себя и на Джанибекова. Если бы это не мы, то никто бы это сделал. Вот и все. А если бы мы это не сделали, то мы прекрасно понимали, что виноваты будем только мы. Больше никто. Потому что ракета вывела на орбиту корабль, значит, нам нужно было найти станцию, состыковаться. Дальше все зависело от нас. Поэтому на Бога надейся, а сам не плашает. Есть такая русская пословица. Но это чувство большой ответственности, огромной ответственности. Да, ответственность была огромная. Мы понимали, куда мы шли, и понимали, что мы должны были сделать. Если бы мы нашли, ну, не нашли станцию, тогда непонятно. Значит, мы нашли, мы состыковались. Если бы мы не смогли отремонтировать, то мы должны были, значит, предотвратить угрозу попадания станции в какой-нибудь город. Мы должны были сбросить эту станцию в Тихом океане. Это тоже сложно, потому что нашим кораблем нужно было выдать импульс и вовремя отстыковаться, чтобы не улететь вместе со станцией в Тихий океан. Это, в общем, была очень сложная задача. Мы отрабатывали эту задачу. Но у вас ведь очень мало времени было на подготовку именно к этой экспедиции. То есть, все происходило в таком авральном режиме. С марта месяца мы готовились к маяке Юлия месяца. Какая там подготовка? Мы оба готовые космонавты. Нам не нужно нас учить, как попить, поесть, в туалет сходить. Нам это ничего не нужно. У нас, мы летавшие космонавты, мы все знаем. Поэтому у нас было только одно. Как найти станцию и как с ней состыковаться. И, естественно, отработать выход в открытый космос для того, чтобы установить солнечные батареи. Ну вот в экспедиции по спасению Солюси мы провели в космосе 168 дней. Какой из этих дней можно назвать решающей? Или каждый из этих дней был таковым? Ну, где-то 15 дней первых. Это были каждый день решающие. Каждый день. То мы должны были закончить, ну, вернее, найти станцию. Это тоже было сложно. Дальше состыковаться со станцией это тоже было очень сложно. Дальше был вопрос, как перейти в станцию, а вдруг там воздуха нет. Поэтому мы выравнивали давление с большим интересом для себя и для центра управления полетами. Потом, когда мы вошли в переходной отсек, мы тоже должны понять были, а есть ли за следующей дверью в рабочем отсеке воздух. А может быть, воздух есть, а может быть, там был пожар. И может быть, там есть атмосфера такая, что туда бы нельзя было зайти. Поэтому то, что мы проверяли, точно, значит, сверяли с приборами, значит, с теми, которые нам дали, мы проверяли состав воздуха. Ну, а дальше, когда вклыли в станцию, тишина, жуткая тишина, отсутствие света, естественно, темно, ну и холодно. Значит, дальше было уже бороться с этим, с тем, с другим, с третьим. Значит, очень много было проблем, но мы потихонечку вместе с центром управления полетами решали эти задачи. Ну, вот очень интересная эта история с шапочками, которые вам в полет дала жена. Ведь никто не знал, что температура на Салюте 7 будет минус 40 градусов, там было, да, по-моему? Ну, минус 40 не было. Не было минус 40. Термометра не было, поэтому... Ну, это, наверное, да, такие предположения, потому что было действительно очень холодно, и шапки, которые вы взяли с собой, которые дала вам ваша жена, они очень пригодились. Откуда у вашей жены была такая интуиция? Учитывая то, что, наоборот, старались убрать лишнее с корабля. Это женская интуиция. Она понимала, что надо голову держать в тепле. Вот и всё. Ну, вам ведь ЦУП тогда давал задание плюнуть, чтобы понять, как быстро замерзает слюна, чтобы понять... Я давал такое задание. Вы говорите, ну, термометра нет, как там, холодно-холодно. Так вы плюньте на иллюминатор, посмотрим, насколько замерзнет. Ну, вот мы плюнули, через некоторое время этот плевок замерз. Ну, вот, дальше, понимаете, дальше специалисты вычисляли, там где-то градусов 13-14 мороза было. Ну, а вот когда вы находились на салюте, вы ходили по видеосвязи в шапках, и для вас это видеотрансляция в эфир, когда вас попросили выйти, точнее, в видеоэфир новостей, попросили снять шапки. Это было сделано для того, чтобы скрыть то, что на станции лютый мороз, и космонавты рискуют жизнью. То есть боялись огласки, или, ну, по новостям ведь говорили, что все хорошо, все в порядке. Конечно, по новостям журналисты говорили, что все хорошо на станции. Экипаж себя чувствует прекрасно, здоровье хорошее. У них там полный порядок на станции. Поэтому и шапки попросили снять. Мы как раз закончили режим, когда мы зарядили из солнечных батарей, мы зарядили аккумуляторные батареи. И у нас появилось электричество. И у нас появился, естественно, телевидение. И, конечно, нас все хотели видеть, особенно центр управления полетами. Ну и вот и Рюмин говорит, ну-ка, дыхните. Мы дыхнули, это не видно было. Дым этот, вернее, не дым, а пар. Естественно, говорит, ребят, ну вы шапки-то снимите, мы должны показать телезрителям, что у нас там все хорошо. Пропаганда. Мы же с вами жили в те времена, когда все было закрыто. Сейчас все открыто. Даже ваши близкие не знали, что экспедиция не рядовая, что вы полетели не с целью спасти станцию, а просто в космос. Нет, близкие знали, конечно. Близкие знали, весь центр управления полетами это знал. И все, кто близко был к этой тематике, все знали. Ну вот ваша жена Лилия Алексеевна в интервью сказала о том, что когда они приходили на сеанс связи с вами, у них был подготовлен определенный запас положительных новостей для вас заранее. И нельзя сказать, что вот связь с землей вас отвлекала, или же наоборот, это было необходимо вам? Ну, я бы не сказал, что она меня особо отвлекала. Иногда просто приятно было посмотреть на родные лица, смотреть, как они выглядят, и сказать ему какие-то добрые слова, ну и все. Но, значит, по поводу... Ну, у нас было... Женебеков, он очень человек такой закрытый, ну, вернее, не очень разговорчивый, и когда во время одного из сеансов, значит, Лиля, Лиля Женебекова, жена, спросила, Володя, ну скажи хоть одно теплое слово. Он несколько секунд подождал, говорит, телогрейка. После этого там женщины разрыдались, связь закрыли, значит, их оставили еще на следующий сеанс. В общем, ну, вот так вот. Да ведь когда вы зашли на станцию, вот там была фраза «Калатун», слово «Калатун» использовалось, и в отчет его не включили. Это тоже было, да? Что? Когда вы впервые вошли на станцию, то Дженебеков сказал... Нет, там, по-моему, это было слышно в эфире. А может, не слышно, я не был на земле в это время. Ну вот сказали, что потом из отчета это исключили, эту фразу. Я не знаю. Я не знаю, не могу, я не знаю. Ну, было сказано, что «Калатун», братцы. Но я в книжке своей написал об этом. У вас есть? Видели эту книгу? Да, «Записки с мертвой станции», да, она называется? Да, абсолютно семь «Записки с мертвой станции». 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните к нам в эфир, задавайте свои вопросы. И еще один, кстати, момент, на который хотелось бы обратить внимание. У вас же после того, как вы включили батареи, начал таять лед, и, соответственно, был риск того, что все это может замкнуть, все эти электрооборудования и так далее. И это не учли на Земле тогда еще? Это была большая проблема. Это не учли, конечно, не понимали, что у нас там будет лед, не понимали, что все это растает. Мы же, когда вошли в станцию, там было действительно все замерзло. Значит, человек выделяет, примерно, грамм 800 воды в атмосферу. Через воздух, через пары воздуха, через нос, через руки. И, примерно, грамм 800 воды исчезает из человека. Нас было двое, вот уже полтора литра. А, значит, это длилось, холодно было где-то недели две. Представляете, сколько воды вылилось в атмосферу. И, когда лед весь растаял, то вся станция была покрыта тонким плюем, слоем воды. Вот так стукнешь по стеночке, оттуда рой летит, капель. Так что, в общем, это был очень опасный момент. Но ведь в апреле 1985 года, также со стартовой площадки Кеннеди, был произведен запуск космического корабля «Челленджер». И он почти вплотную подошел к космической станции «Салют-7», уже мертвой станции тогда. Говорили о том, что цель американской космической миссии неизвестна. Вот как вы думаете, было ли это случайностью, что они подошли? Ну, случайностью не было. Орбиты могли совпасть. У меня есть фотография, которую мне подарили американские, значит, филателисты. На ней изображен был салют. Одна батарея была без вставки. И я думаю, что они пролетели мимо нас и сфотографировали это. То есть нельзя утверждать, что американцы хотели каким-то образом украсть советскую станцию? Нет, ну, украсть ее невозможно. Украсть. Она и войдет в отсек шаттла. Надо было провести такую большую работу. Срезать солнечные батареи. Кто это будет делать? Ну, вообще, сейчас много говорят о противостоянии России и США в космосе. Говорили в том числе о противостоянии СССР и США в космосе. Но вот все-таки была взаимовыручка у космонавтов и астронавтов. Как бы вы могли описать взаимоотношения между специалистами в то время? Да нет. У нас всегда были хорошие отношения среди космонавтов. Мы вот на днях провели большую конференцию с участием 150 космонавтов мира всего Белоруссии. У нас каждый год бывают съезды участников космических полетов в разных городах. Почему бы в Риге не провести? Оттуда там есть один космонавт родился. Может быть, Рижане бы могли воспользоваться этим самым и увидеть бы всех 150 космонавтов. Так что, в общем, это вот все зависит от городских властей ваших и энтузиастов космоса. То есть, политическая ситуация мировая, она не влияет на отношения космонавтов? Абсолютно. Ну, вот сейчас, представляете, это дырка, да? Представляете, там же сейчас два экипажа и каждый мог подумать, что это сделал он или еще кто-то. Вы знаете, но они все живут мирно, дружно и пытаются все понять, в чем там было дело. Вот и все. Ну, вот такие политические игры, поскольку вокруг этой дырки на МКС много сейчас шума, все-таки вот получается, что в какой-то степени политика достает до орбиты, она вот пытается влиять, в том числе, и может быть, это попытка внести какой-то раздор между космонавтами и астронавтами, которые работают сейчас на МКС. Это бесполезное занятие нести раздор между космонавтами, астронавтами и тайконавтами, которые там летают. Это невозможно. Очень ответственная задача. У них очень маленький объем. Вы знаете, какой может быть раздор? Это на кухне. Жена с мужем могут поругаться и потом разбежаться в разные комнаты. Там некуда бежать. То есть все равно придется жить вместе, причем достаточно долго. нужно терпеть. Для этого есть психологи, которые отбирают космонавтов. Есть такие простые человеческие эмоции, которые вообще-то свойственны всем людям и космонавтам, наверное, тоже, как страх, как отчаяние. Вот с этим приходилось сталкиваться во время космических полетов, учитывая, что вы участвовали в такой серьезной спасательной операции и, в общем-то, все-таки любой человек боится. Вот как вы с этим справлялись? Справлялись без проблем. Ну, а вот если... Нет такого чувства страха, нет, там нет такого... Ну, там все зависит от тебя самого, поэтому ты должен решать все проблемы, которые возникают там. Ну, вот вы шесть часов... А если не можешь сам, то есть центр управления полета, который тебе может всегда прийти на помощь и подсказать. Вот страх перед неизвестностью, потому что мы брали интервью Алексея Леонова, и он как раз рассказывал о выходе в открытый космос, первом выходе в открытый космос, и он сказал, что было не страшно, было интересно, но когда вот человек выходит все-таки в неизвестность, когда он не понимает, что там может быть, хотя, конечно, в теории можно предположить, и вы видите, в какой-то степени ваш поход на станцию Салют-7 тоже такой путь в неизвестность был? Да, да, путь в неизвестность, но, значит, вот Алексей Леонов впервые выходил в космос, и он же не сказал вам, что было страшно, не было страшно, но мне было очень интересно, как же всплыть в эту станцию, как там попытаться ее растормошить, сделать из нее рабочую станцию, поэтому мне было очень интересно. Ну, вот, когда вы шесть часов провели в открытом космосе, это был ваш первый выход в открытый космос, как вы писали еще в своем дневнике, какие эмоции в тот момент были внутри вас, это была какая-то буря адреналина, или что это было? Я не знаю, что такое буря адреналина, я не знаю, что такое адреналина. Но это были сильные эмоции? Да, эмоции были, конечно, были, были проблемы у нас, когда мы, значит, ставили дополнительную солнечную батарею, там был момент сложный, значит, у нас не открывалась лебедка, вот тогда можно было бы подумать со стороны, что это было страшно, но мы работали и не замечали, мы понимали, что надо сделать и все. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, прервемся буквально на несколько минут, а потом вернемся и продолжим. Виктор Савиных у нас на прямой связи, космонавт дважды герой Советского Союза. Через несколько минут вернемся и начнем принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем, эта программа «Абонент доступен», в студии работает Анна Смирнова. Добрый день. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам. И сегодня с нами на прямой связи по скайпу советский космонавт, дважды герой Советского Союза, ученый Виктор Савиных. Виктор Петрович, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю, что вы также можете нам звонить, задавать вопросы нашему гостю 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вот, Виктор Петрович, раньше, после полета Гагарина, Юрия Гагарина и Валентина Терешкова все мечтали быть космонавтами, там и девочки, и мальчики. Молодежь сегодня все еще мечтает о космонавтике? Да. Значит, вот я родился в городе Кирове. детство свое там провел Циолковский. Когда я вернулся из первого полета, значит, я уговорил руководцу города сделать музей Циолковского. Мы его сделали, он там, действительно тот дом сохранился, ну и я постепенно, значит, начиная с какого, с 84-го, наверное, года, 85-го, каждые два года провожу там детские Циолковские чтения. Очень много приезжает ребят со всей России. Из Белоруссии приезжали ребята. Вот, хотели приехать из Литвы, я там был на одной из, в одной обсерватории, но так и не приехали они почему-то, не знаю. Вот, и потом я, значит, благодаря руководству страны, руководству области, мы там сделали детский космический центр. Уникальное здание с планетарием, с тренажерными залами, можно сесть в космический корабль, стартовать, состыковаться с Международной космической станцией, полетать по этой станции. Ну, в общем, детей там бывает тучи, никого нельзя оторвать. Есть, ну вот, интерес есть у детей. Я понимаю, что не все они будут космонавтами, но техническое творчество, значит, художественное творчество, это все присутствует. Ну вот, если говорить о технике, та техника, которая была в 80-е, в 90-е для космонавтики, те космические костюмы, скафандры, система навигации и оборудования кораблей, по сравнению с тем, что сейчас, это черные и белые, потому что сейчас все уже усовершенствовалось, космонавты сегодня с помощью того технического оснащения, которое было в те годы, смогли бы совершить полет в космос и насколько успешно это было бы, если это возможно? Я думаю, что да, потому что могли бы, было бы успешно, все, шкафандры поменялись не очень, ну, не стали более, может быть, скафандры, может быть, рука лучше двигается там, еще что-то, но все равно это все, в тех скафандрах можно было работать и сейчас, но не так успешно, не так долго, значит, а техника, все время, космический корабль Союз, он уже, значит, сделал, ну, огромный скачок, он практически внутри весь полностью другой, там цифровая техника, никаких аналоговых систем нет, все на цифре, все через компьютер, значит, никаких проблем нет, поэтому, конечно, раньше мы летали на воле старой техники, успешно. Ну, вот сейчас нередко говорят и приводят такой пример, что, когда американцы полетели на Луну, то их бортовой компьютер, он в миллионы раз выступал современному смартфону, современному телефону и тем не менее они осуществили этот полет и вот техника шагнула далеко вперед, но на Луне человека больше не было, по крайней мере, пока. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Почему остановилось вот это вот такое покорение космоса, которое было в 60-е после полета Гагарина, вот такая эйфория? Или все-таки нет? Интерес немножко упал, интерес немножко упал и, конечно, и денег стало в странах меньше. Значит, почему американцы полетели на Луну? Потому что это такая нация, которая не может оставаться не первой. Естественно, значит, их руководитель, то есть, ну, их президент дал команду и начали усиленно готовиться к полету на Луну. Вот, они слетали. Мы тоже хотели полететь на Луну, но, значит, чуть-чуть опоздали, а потом, после того, как американцы побывали, там уже не к чему было тратить деньги и лететь в те времена еще не было такой необходимости лететь в космос, на Луну. Но Советский Союз же много сделал. Он сфотографировал первую обратную сторону Луны, отправил луноход, то есть, не успел только с человеком, получается. Мы привезли на Землю грунт с Луны без полета человека. Кстати, обратную сторону Луны фотографировали фотоаппаратом, который был сделан в моем университете, и, значит, мы гордимся этим, и мы много сделали по лунной программе, у нас на луноходах стояли наши, значит, датчики, поэтому, в общем, мы занимались Луной. Ну, вот мы упомянули американцев, вопрос социальных сетей, пользовательница задает вам вопрос, спросите уважаемому Виктору Петровичу, верит ли он, а может, что-нибудь и знает про тему, были ли американцы на Луне? Почти знаю, что были. Сто процентов. Да, сто процентов. А на ваш взгляд, откуда этот миф появился, он достаточно широко тиражируется о том, что это все подстроено, что американцев на Луне не было, хотя, в общем-то, уже многие, в том числе и советские космонавты, говорили о том, что все это правда, американцы на Луне не были, но тем не менее, вот, если послушать, очень многие сомневаются. Ну, спросите у журналистов, которые начали раскручивать это дело. То есть, такие фейк-ньюз? Они увидели фильм, ну, у нас был такой известный юморист, он говорил, ну, глупые американцы, ну, глупые. Они фотографировали все это на земле, когда у них не хватало каких-то кадров для какого-то фильма, и поставили флаг, и флаг этот начал раскручиваться, ну, вернее, дуновение. И, естественно, после этого кто-то из журналистов начал эту эпопею. У нас есть звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Артур. Да, слышим вас, Артур. Вот такой вопрос хотел задать гостю. Во-первых, хотел сказать спасибо за, в принципе, такой подвиг вы совершили. Хотел задать такой вопрос. После подвига, после награждения было ли какое-то продвижение по службе, и чем господин Савинекс занимался далее в карьере? Спасибо. Спасибо вам. Я закончил полеты в 88-м году. Я еще раз летал в космос в 88-м году. Я хотел летать дальше, но случился несчастный случай. В моем университете умер ректор. Умер ректор, а у меня к этому времени я зачитал уже кандидатскую диссертацию, у меня к этому времени была кафедра в Мегайке. И, ну, что, значит, ректор умер, меня уговорили возглавить университет. И если вы это считаете, что благодаря награде я получил такой пост, ну, в общем, может так считать. притом на... Но тяжело было расстаться с небом, с космосом? пролетчиков говорят, что... Трудно было. Я, значит, я делал попытки, я делал попытки какие? Когда начали летать наши космодавты на шаттле, там у нас как бы был конкурс какой-то, значит, я тоже написал заявление с просьбой отправить меня на шаттл, на шаттле в космос. Но мне уже сказали, ладно, у тебя есть работа, ты, значит, ректор университета, и твое дело сейчас учить детей. Есть помоложе ребята, которые слетают на шаттле и принесут пользу для того, чтобы, значит, развивать... Мы ведь тоже потом дальше сделали, значит, свой кальп, который многоразовый. Поэтому было сделано такое решение принято. Ну вот вы, Владимир Женебегов, не раз рассказывали какие-то удивительные истории, способы, с помощью которых вы подогревали пищу в космосе. Вот чего вам больше тогда хотелось, вы помните, может быть, выпить горячего чая или съесть теплый ужин? Или вы не акцентировали на это внимание, на таких бытовых моментах? И как вообще питаются сегодня современные космонавты? Это примерно так же, как и мы питались. Более, может быть, разнообразно, по рассказам ребят, которые летают сейчас на МКС, значит, многие наши блюда намного лучше, чем американские. Они приходят к нам иногда перекусить. К русскому столу, да? Да, но это удивительная еще история, как бы подогревали чай под мышкой, кажется, да? и вот это вот... Ну, подогреть, не подогреть. Что такое мышка? 37 градусов температура. Ну, немножко потеплее, чем холодная вода. Вот и все. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефона прямого эфира, звоните нам. А как вы относитесь, кстати, к Илону Маску, к такому американскому энтузиасту, который занимается исследованиями космоса и обещает колонизировать, в том числе, и Марс? Вот какое у вас отношение, как у профессионалов? Ну, Илон Маск вроде бы закончил карьеру, которой он занимается. Вроде бы он ушел из... Из Теслы, да. Так что все, не знаю, чем он будет дальше заниматься. Но идея у него хорошая была. Но как ее воплотить, это было сложно придумать. 672-12-93-9 672-13-93-9 звонить, задавать вопросы нашему гостю. Виктор Савиных сегодня с нами на прямой связи по скайпу. А вот космонавт Георгий Гречко был у нас в эфире пару лет назад, и он сказал, что Россию можно назвать космической державой, но великой пока назвать нельзя. Вот что вы об этом думаете? Какой сегодня можно назвать Россией? Конечно, великой, потому что первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Все, этим все сказано. То есть великая космическая держава, это справедливое название для страны? Справедливое название, да. Мы не отрицаем, если американцы будут говорить, что они тоже великая космическая держава. И китайцы сейчас делают космические корабли, они тоже. Я только что вернулся из Китая, мы там рассуждали по поводу зеленых городов, значит, есть такая у них большая проблема, не проблема, задачка, которую поставил правительство, делать все города зелеными, то вот они это решают. я думаю, что они успешнее, может быть, в скором времени будут, чем мы и американцы. У нас еще звонок, радиослушатель на линии, здравствуйте, как вас зовут? Меня звать Александр, здравствуйте. Слушаем вас, Александр. Хочется задать вопрос, наличие инопланетных цивилизаций есть ли и встречались ли вы с летательными аппаратами других планет? Спасибо. Да, спасибо вам. Да, Виктор Петрович. Значит, ни в одной аудитории, где бы я ни устропал, не было ни одной, то есть не обходился без вопроса об инопланетянах. Значит, я их не видел. И думаю, что нет, кто с нами может там вместе летать рядом? Никто, если бы кто-то летал, то мы бы увидели, наверное. Если что-то интересует инопланетян, которые прилетели с какой-то планеты или с Альфа, Центавра или еще с какой-то, значит, то им интересна наша жизнь на Земле. Поэтому, значит, появляются такие разговоры о том, что, значит, где-то там видели на каком-то поле круги, значит, еще где-то что-то видели, что вот это вот инопланетяне прилетели. И кого-то там некоторые, ну, я не хочу сказать, что они совсем сумасшедшие, но говорят, что ее забрали и увезли, потом вернули на Землю. Ну, в общем... Ну, у вас, когда вы были в космосе, были какие-то, может быть, подозрения или мысли о том, что вы можете встретить инопланетян? Не было у меня никаких подозрений и мыслей. У меня даже никто с нами рядом сегодня летать не может. Знаете, откуда, а если оттуда лететь, сколько тысяч лет, тысяч, ну, в общем, световых годов добираться до Земли. Ну, что... А как вы относитесь к фильму «Солёт 7»? Я знаю, что вас не пригласили на съемки и, в общем, там были нестыковки, на которые вы тоже указывали, но фильм вам в целом понравился или нет? В целом понравился, да. Но я понимаю, что нельзя по книге сделать фильм вот как одно к один к одному. Это не один режиссер не возьмется это делать. И снимать это не возьмется. Естественно, нужны какие-то конфликты между экипажем и экипажем. Естественно, нужны какие-то придуманные нештатные ситуации. Но я категорически вот против по поводу, значит, то, что вот мы там с Женебеком должны были солнечный датчик кувалдой сбивать. Ну, это вот американский прием из Армагеддона, значит. Поэтому я был, конечно, страшно недоволен. Я боролся с ними, но это не помогло. Ну, насколько достоверно все-таки в фильме, вот, не беря во внимание эту ситуацию, были показаны события? Ну, штыковка, значит, вход в станцию, мороз, дальше ледниковый период кончился, начался потоп. Все это было, в общем, более-менее реально, значит. Ну, конечно, никому там не нужен был конфликт с семьями, в семьях, значит. Ну, в общем, ну, как-то это у меня немножко, значит, мне это не понравилось. Ну, а подбор актеров насколько для вас? Я не знаю, кто такой Деревянка, который меня играл, я его никогда не видел. Вообще, вот этот Клим, который сделал этот фильм, он бы мог хотя бы познакомить нас хоть раз до полета, до выхода в эфир. Я с ними познакомился, знаете, где, на приеме у президента, когда Владимир Путин решил посмотреть, что же это за фильм «Салют седьмой». И мы были в Кремле, и Путин смотрел на меня. И этих двух актеров тоже пригласили. Там я впервые познакомился с актерами. Разве так делается? Какая может быть достоверность, если они даже не делают, не ходят так, как я, разговор не такой, как, ну, в общем, это же пышно. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Меня так зовут, Александр. Извините, я беспокоюсь. Слушаем вас. Вот совместные экипажи с Америки, с астронавтами, есть ли у вас разногласия по политическим взглядам, и как вы отмечаете с ними праздники? Да, ну, на первый вопрос. Мы уже спрашиваем. Виктор Петрович нам ответил про политические разногласия, ну, вот как отмечаете праздники? Политических мероприятий, то есть, политических разногласий этих нет. Праздники мы встречаем, отмечаем все вместе. День независимости из Штатов праздник, мы там отмечаем. У нас какой-то, если праздник, там, Новый год, там, еще что-то, все вместе, за одним столом. Также живут и космонавты, которые готовятся к полету в звездном городке. Мы всегда провожаем экипаж из звездного городка в космос. Собирается большая группа людей, бокал шампанского, слова напутственные говорим. Все вместе. А был же эпизод с бокалом шампанского, когда ввел Горбачев в сухой закон, и тогда шампанское было, а людей не было. Такое тоже было, да, в вашей практике? Да, нас как раз провожали в полет именно вот такой ситуации, да. То есть просто алкоголь был, но выпить было нельзя? Нет, алкоголь был, мы понимали, куда мы летим, что с нами может случиться, в чем мы нам не выпили по бокалу шампанского. А у них сухой закон был у руководства. Это их проблема. Ну вот в фильме как раз показано, что в космосе вы выпили. Ну это в фильме там неправильно показано. То есть это выдумано? Те же говорят, что вот космонавты там тоже выпивают, журналист, то есть режиссер решил показать, как же это происходит. Ну, примерно так, да. Но сухой закон не распространяется на космос, наверное, поэтому... На космос не юридикт. Вопрос от нашего радиослушателя Димы в фейсбуке, так он подписался. Укачивает ли космонавтов до сих пор? И что самое некомфортное, кроме замкнутого пространства? Да, космонавтов до сих пор укачивают, потому что разные люди по-разному реагируют на вестибулярные явления. Поэтому, значит, некоторые... Но все это проходит довольно быстро. Даже если укачивают 1, 2, 3 человек привыкает к невесомости. Никаких проблем особых. А что самое некомфортное в космосе? Ну, не знаю. Все для жизни есть, но не очень комфортно. Конечно, там душ, не так не побрызгаешься, не помоешься, потому что человек... Я не знаю, сейчас на станции есть или нет эта душевая установка, но там очень все сложно. Там загубник, значит, все закрывается, в общем, некомфортно. Ваня там некомфортно. Да, еще у нас есть звонок радиослушатель на линии. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Регин. Слушаем вас. Хотел поблагодарить за интервью с человеком замечательным. интересует ваше мнение по поводу теории Вернадского, которую изложил в том числе и Лев Гумилев по поводу ионосферы как таковой, да, то есть меняется ли состояние человека и как имеется в виду психологическое, физическое и так далее на орбите, то есть что вы знаете об этой теории? Благодарю вас, всего доброго. Спасибо вам. Я глубоко эту теорию не знаю, я просто слышал о ней, но меня как-то это не волнует. И в космосе не волновало. То есть просто о ней не думали, да? Абсолютно. У нас была работа и некогда было думать о этих проблемах. Ну вот еще один вопрос из интернета. Каков процент риска погибнуть на сегодняшний день у космонавта? Эта работа, ну является работой с повышенным риском или сегодня все-таки нет? Ну вероятность не запуска на орбиту, вероятность что может погибнуть она существует в очень малых процентах. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефона прямого эфира звоните нам также пишите в фейсбуке можно оставлять свои комментарии. Вот кстати Юрий нас поправил два космонавта родом из Риги это Соловьев и Артемьев. Да, да, да. Я еще в Калере помню он тоже из Юрмала если не ошибаюсь. Я с Соловьевом вместе летал. Соловьев же рекордсмен по-моему да, если я не ошибаюсь. Рекордсмен Соловьев по пребыванию. Он рекордсмен не по пребыванию он рекордсмен по количеству выходов в открытый космос. Ну кстати Артемьев активно ведет свою страничку в социальных сетях прямо из космоса и часто выходит. И Ригу фотографирует. Да, и Ригу фотографирует из космоса и часто там по скайпу выходит. Вот можно ли было представить тогда в 80-е что такое будет возможно? Что человек просто будет писать комментарии фотографии присылать сразу моментально публиковать в социальных сетях что вот такая модернизация всего будет. Все развивается. Все развивается. Техника улучшается. Вот когда мы летали у нас обыкновенный был простой фотоаппарат чуть ли не смена. Естественно мы не могли сфотографировать и прислать вам в редакцию. Естественно не могли. А сейчас все это возможно. Вы верите в колонизацию Марса других планет вообще изучение солнечной системы что человек в общем-то будет покорять другие планеты о чем еще мечтали в 60-е и в общем сейчас это остановилось немножко потому что после полета на Луну никаких больше полетов человека в космос даже на Луну не было как мы уже говорили но тем не менее вот насколько это перспективное направление как считаете? Не ну проекты существуют народ ведь задумывается над тем что значит надо побывать на Луне если возможность есть на Луне сделать базу значит отсюда уже можно стартовать на Марс проблема на Марс стыков полета на Марс она вся зависит в основном от двигателей от топлива на современном топливе на Марс не долететь экипаж и дальше значит нужна большая скорость чтобы он долетел значит и значит слои которые значит магнитные которые защищают человека от значит вот радиации естественно есть проблема с радиацией вот в этом проблема и поэтому полет на Марс пока как-то так и зачем полететь ну а какие перспективы ждут современных космонавтов не знаю пока мы будем летать вокруг земли пока будем заниматься проблемами связанными с материалами какими-то значит с лекарствами вырабатывать все это в условиях невесомости ну и фотографировать землю если вот нужно там какие-то моменты пока наш предел это ближняя орбита земная предел он околоземная орбита околоземная орбита ну что ж спасибо вам большое время нашей программы к сожалению подходит к концу Виктор Савиных у нас был на прямой связи космонавт дважды герой советского союза спасибо большое что нашли время вышли в эфир и ответили на наши вопросы и на вопросы наших радиослушателей эфир провели Анна Смирнова всего доброго до свидания Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев до свидания спасибо вам